Российская транснефть получила от казахстанского Кастрансойла заявку на транзит в 2023 году в Германию 1,2 млн тонн казахстанской нефти. Прокачка будет вестись по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в сообщении Кастрансойла. По магистральным нефтепроводам транснефти сырье поступит до пункта Адамова застава в Польше. Оттуда нефть будет направляться в Германию. Данный транзит будет осуществляться в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2022 года. В настоящее время казахстанская нефть по европейскому маршруту обеспечивает потребности МПЗ в Румынии. В данный момент логистические пути нефти меняются, так как на Россию многие наложили санкции. Германия, та же самая Германия, они покупают у них нефть, но сейчас они ищут какие-то другие альтернативные пути. И в этом свете Казахстан и другие страны ищут обходные пути. Для этого в Казахстане уже строятся новые железные дороги, открываются новые нефтеперерабатывающие заводы для транспортировки и продажи нефти в европейские страны. В складывающихся условиях потенциал для роста экспорта казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана. Этот вопрос обсуждался в рамках деловых визитов. На одной из таких встреч было подписано пятилетнее соглашение между Казмунайгазом и азербайджанским Сокар. А уже в 2023 году Казахстан планирует транспортировать дополнительные 3,5 миллиона тонн нефти по другому азербайджанскому трубопроводу в грузийский порт Супса. У нас планировалось в этом году начать, через пару дней, экспорт в пределе 1,5 миллиона тонн нефти и нарастить этот объем в Азербайджан на 6,5 миллионов тонн. Я бы посчитал данный период, то есть данные, если мы, конечно, за этот период через Азербайджан пропустим, вот самый максимальный предел, вот это у нас 6,5 миллионов тонн нефти, это можно считать первой фазой изменения логических цепочек из России в транспортированный переход через Азербайджан в Казахстан. То есть, если так продолжится, то, скорее всего, это 6,5 миллионов, это будет только начало большой торговли Казахстана и Азербайджана нефти на западные страны. Уходящий год заполнился активным развитием сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии. Так, результатом августовского визита президента Касымжо Марта Такаева в Баку стало подписание свыше 20 документов, активное обсуждение по проекту Среднего коридора и комплексная программа по развитию сотрудничества между двумя странами на 2022-2026 годы. Представитель Казахстана начала работать с Объединенные Арабские Эмираты, там компания забыла называться Абудави-Порт, вот с ними начала работать по созданию, то есть развитию именно портов в Каспийском море с Азербайджаном, то есть это только мокубационный период, то есть Казахстан планирует, Казахстан имеет перспективу наращивать этот экспорт в Азербайджан, то есть через Азербайджан, именно западные страны, то есть потенциал большой. Я, честно сказать, по суммам не могу сказать, но именно по мнению аналитиков у нас в данный момент, в настоящее время у нас идет рост именно нефтяных, естественно, нефтяных продукций, потом у нас идет уже экспорт казахстанской продукции в Азербайджан сам, это у нас рис, бобовые. Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в январе-ноябре 2022 года приблизился к 550 миллионам долларов. Государственный таможенный комитет Азербайджана отмечает, что товарооборот между Бакой и Астаной за данный период составил более 10% от общего товарооборота Азербайджана со всеми странами СНГ. Продолжение следует...